Продолжение следует... У нас на связи, Дмитро, приветствую. Да, витаю. Витаю, спасибо, что нашли время прийти к нам прокомментировать эту ситуацию. Ну вот, смотрите, два события, связанные с Приднестровьем, левым берегом. Во-первых, Игнатьева, спецпредставителя Тирасполя в этом формате 5+, который уже, в принципе, не действует. Он так называемый министр иностранных дел, так называемого ПМР. Его вызвали в Винницкий офис СБУ, чтобы выдать ему повестку. О том, что его приглашают на допрос. Очень многие интерпретируют это как первое китайское предупреждение. Ну и плюс мы видим, что с начала Нового года активизировались де-факто власти на левом берегу. Тот же Красносельский, который сделал заявление о том, что якобы готовится к этому теракту. Давайте по порядку. Как вы это интерпретируете? Ну, во-первых, по поводу Игнатьева. Как вы думаете, почему его пригласили и что это такое? Да, я, кстати, когда два события, я с вероятностью в 100% был уверен в том, что первое – это действительно кейс Игнатьева. Потому что он все-таки, я не скажу, наделал шум, но он достаточно заметен действительно был и оказался. Причем, как по мне, то даже не совсем адекватно был, например, оценен. Потому что, например, я видел молдавские оценки от молдавских политологов, которые говорили о том, что это, мол, все же было секрет Парри Шинеля, что у Игнатьева есть украинский паспорт. Ну, в обратном случае его не приглашали бы, да, в СБУ? Да, его не приглашали, да, ну, конечно, его бы не приглашали. Но дело в чем? Дело в том, что, да, действительно, но суть в чем? Действительно, это секрет Парри Шинеля и у Красносельского есть. Но дело в чем? Дело в том, что вот заострение внимания на паспорте – это где-то даже, как по мне, в этой ситуации попытка увести внимание от того, что происходит. Почему? Потому что, ну, действительно, все знали, что у Игнатьева есть этот паспорт, есть у Красносельского паспорт. И более того, молдавские паспорта, 150 тысяч, когда их было лет 10 назад, сейчас, по-моему, наверное, больше даже получается. Сейчас говорят за 300. А, уже, да. Но тут вообще большой вопрос, наверное, еще большая тайна, сколько населения Приднестровья на самом деле. Это да. Потому что, да, в России-то толком никто не скажет, сколько населения, оперируя условной цифрой в 140 миллионов, да, сколько на самом деле мы знаем, что такое российская статистика и что такое Приднестровская статистика, тоже можно так приблизительно понимать. Вот. И потому что объективно, да, то есть с таким же успехом, да, вот есть молдавские паспорта. У, насколько помню, у жены Красносельского был румынский паспорт, да, там, и что было, это таким основанием для веселых мемов в постели с врагом, да, там, такого плана. То есть, это, ну, одна из реалий, которые действительно существуют и которые... Ну, окей, гражданство, это как понятно. То есть, мы живем в таком мире, где у людей по два, по три гражданства. Да, и... Вообще, говорят, что Игнатьев один из людей в нынешнем администрации на Левом берегу, де-факто администрации, которая, как бы, да, там, контролирует ситуацию, он человек Москвы. Да, я, кстати, вот как раз... Все остальное это... все остальные это люди шерифа, того же Гушана, да, ну и кто там управляет шерифом. А вот он человек, которого поставила Москва, именно на нем настояла, и, в принципе, на нем весь список людей Москвы заканчивается. Я как раз, да, я как раз вот это как раз и хотел сказать, да, что это, да, что именно Игнатьев, это не история шерифа абсолютно никак, да, то есть, это не история, там, милицейской клафии, да, то есть, это... Все это, в общем-то, ну, то есть, это действительно московская история. И, то есть, тут в данном конкретном случае, ну, это, как по мне, сигнал Москве, на самом деле. Потому что я, кстати, мы лично знакомы, где-то, наверное, года с 2008-го, я просто... Карьера Виталия Игнатьева, очевидно, была стремительной и, очевидно, была такой, ну, поддержанной со стороны. То есть, это было просто, ну, это я вспоминаю свои ощущения, впечатления. То есть, человека, который пришел к леркам, вдруг он буквально там через очень короткий промежуток времени стал замминистра, да, так называемого министра, да, потом и с очень короткий, ну, тоже не сильно большой промежуток времени, он вдруг становится ведущим замминистра, да, то есть, это тоже было очевидно на всех, на переговорах, на всем, а потом как-то так явочным порядком и министром, да, то есть, это все происходило, и вот эта рука Москвы, пресловутая, да, она была там очевидна, то есть, это было видно. Поэтому, да, в данном конкретном случае это, как по мне, привет Москве. Почему? Потому что, ну, как я вижу эту историю, тут оно, мы уже начинаем пересекаться вот с заявлениями Красносельского, я, по большому счету, ситуация во многом не поменялась с весны 22-го года. То есть, есть вот две тенденции в Приднестровье, да, есть местная, вот эта шерифовская история, которая правит регионом, и есть вот это вот московское влияние, ну, понятно, что это тоже так несколько черно-белыми красками нарисовал, но объективно, ну, это, ну, вот приблизительно, да, общая тенденция выглядит так. И Игнатьев сейчас, ну, возможно, с ГЕПОСом, да, то есть, ну, наверное, тут как-то вот, ну, выразитель, да, вот этого, вот этой вот линии, именно московской, потому что и уровень влияния, и уровень, кстати, захвата вот этого внешнего, ну, внешней политики, да, условной, то есть, этот формат 5 плюс 2, да, который, то есть, вот кто? Человек Москвы в этом формате. Так вот, не поменялось с весны 22-го года, почему? Потому что Красносельский, и остальные, которые, вот, именно местная история со своими интересами, они поставили себе за задачу сохраниться, выжить в условиях вот этого противостояния геополитического, которое Москва из вот этого вялотекущего превратила в тот момент, что сейчас вдруг в Молдове тоже все может загореться. И поэтому, вот эти, 2022 год, когда имитация этих террористических актов, там, какие-то дроны падали на аэродроме, потом обстрел Министерства госбезопасности в Тирасполе в воскресенье, на Пасху, чтобы в центре города, чтобы, не дай бог, никого не было, да, чтобы вот так вот он был. Это вот прямо демонстрация Москве, ну, смотрите, ну, вот мы вот уже сделали, мы вот так сделали, мы еще можем вот так сделать, мы вот, вот мы делаем все возможное, но, видите, ну, никак не получается у нас тут такую организовать эскалацию. Вот, а эти ребята московские, естественно, они тоже, ну, понятно, никто не хочет не сохраниться, но они, тем не менее, очень рады были бы сделать так, что, да, ну, все-таки больше отличиться перед белокаменной, да, то есть, ну, тут как-то активней, естественно, что вот заявления Красносельского, они больше похожи на, опять же, на вот этот вот такой имитационный процесс, да, то есть мы с Москвой, да, мы... Ну, ради галочки, да, то есть ради галочки. Да, для галочки, да, отработан год. И, естественно, что, ну, до 24 февраля 22 года, что, понятно, шел был вот этот 5 плюс 2, да, формат, то есть, естественно, что никто на многие вещи закрывались, мягко говоря, глаза, да, на то, что вот Игнатьев человек Москвы, да, то есть, ну, в принципе, иллюзий-то ни у кого не было, да, что такое терраска или как это выглядит. У меня, например, лично, допустим, мои личные какие-то симпатии и иллюзии к определенным, в определенным слоям Приднестровского общества, да, я просто почему, потому что я думаю, что сейчас много кто может вспомнить, да, мы работали с Приднестровьем, мы возили учебники в украинские школы, которые там, ну, вот, лично я, да, в третью гимназию имени Котлеровского в Бандерах, да, то есть, вот, какие-то, однако тогда уже, да, тоже мы, то есть, то, о чем я, допустим, неоднократно там и мы говорили, о том, что Приднестровье себя саму лишило маневра какого угодно, да, то есть, то есть, вот это вот влияние Москвы, которое возросло, которое было, и мы же тоже очень хорошо помним, например, те нюансы, которые были в отношениях, например, это обида о том, что как же это так получилось, что Москва признала Южную Осетию и Абхазию, а Приднестровье, которое этот, как бы, локомотив СНГ-2 не признало, да, когда, казалось бы, там всех этих атрибутов для признания гораздо больше было, и история успеха, ну, по сравнению с Абхазией, да, или там Южной Осетии, тем более, выглядело гораздо более как-то впечатляюще, да, на этом фонде, то есть, поэтому этого не происходило, естественно, но, тем не менее, все эти различия, они никогда не были там такими огромными. Так вот, теперь, когда ситуация поменялась, да, когда действительно, ну, Украина же, да, Украина же пыталась, был же и план Ющенко мирного урегулирования, да, все эти 3D и вещи там... То есть, вы хотите сказать, что в Приднестровье никто не демонстрировал никаких ответных действий к действиям Украины, вы это хотите сказать? Ну, конечно, не демонстрировали, да, то есть, я больше скажу... И Кишиневу тоже, получается, получается? Да, я думаю, что да, так где-то оно так приблизительно и было. Ну, вот, так вот, сейчас, да, на самом деле, вот, после 24 февраля, после того, как Москва уничтожила весь, да, такой этот, как его, ну, сказать, да, то есть, вот, всю ту атмосферу и вообще, то есть, вот, ну, порядок Денны, да, то есть, нету, в общем, никакого вот этого, ну, а где даже как, не помню, как по-русски, ну, порядок Денны, да, назовем это, да, то есть, вот, все-все поменялось, естественно, что... А повестки, ежедневные повестки вы имеете в виду? Повестки или чего? Да, повестка дня, да, 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 скажем так, она совершенно другая. Повестка дня такая, что Приднестровье должно перестать угрожать и Украине, и Молдове. То есть, понятно, что угроза, которая в военном плане, она возможна только тогда, когда будет у российских оккупантов успех на южном направлении. Да, то есть, там, высадка десанта в Одессе, тогда, да, тогда вот эти российские войска и структуры парамилитарные преднестровские могут ударить в тыл, да, из Приднестровья. То есть, однозначно, Приднестровье создает такой, ну, понятно, какую атмосферу в Молдове. Однозначно, даже сейчас быстрая реинтеграция, это тоже не выход. Почему? Потому что это поменяет электоральную карту абсолютно в Приднестровье. И тут регулярно... Приднестровье поменяет в Молдове, вы имеете в виду? В Молдове, да, в целом, да, конечно. То есть, почему? Потому что тут регулярно каждые полгода какие-то эти бикетирования центра Кишинева, там, всякие эти... Хорошо, тогда уточняющий вопрос. Можем ли мы это интерпретировать как попытка Киева выдавить из Приднестровья людей, которые будут делать не ради галочки, да, а будут так уперто продвигать промосковскую политику? Я думаю, что, ну, скажем так, у меня нету каких-то таких инсайдов, но вот, исходя из того, что я знаю, как было раньше и как оно выглядит сейчас, да, я думаю, что это очень похоже, что, скажем так, уменьшить их активность, ограничить их возможности. Почему? Потому что, на самом деле, теперь даже возможности передвижения пана Игнатьева выглядят, ну, скажем так, то есть, у нее, ну, во всяком случае, можно, да, о нем заявлять, говорить, ну, понятно, это пока непонятен его статус, да, по большому счету, там. Хорошо, тогда возникает вопрос. Если Киев его объявляет в розыск, допустим, ну, его просто пригласили, его просто сказали, парень, прийди, мы тебе вручим повестку. То есть, из того, что я понял, даже не на допрос пригласили, а пригласили, вручить даже не повестку, вручить приглашение на беседу в СБУ, да, то есть, предположим, что Киев идет дальше, Киев возбуждает против него уголовное дело, и тогда, получается, Кишинев или объявляет его, там, в розыск, к примеру, да, и тут Кишинев должен будет каким-то образом ответить на запрос Киева, и вы сказали, что у него в маневре ограничено, то есть, он через Киев на какие-то международные, скажем так, перелеты из Украины. Нет, из Киева сейчас вообще, наверное, как-то с перелетами. То есть, единственный путь это Кишинев, грубо говоря, да, то есть, допустим. Ну, они и так всю дорогу через Кишинев летают. Ну, вот, значит, соответственно, Киев, допустим, да, возбуждает уголовное дело, объявляет его в розыск, и просит Кишинева выдать его в случае чего. То есть, в этом случае получается, что он из этого предестроя вообще никуда выехать не сможет. Ну, в этом случае именно так, да. То есть, ну, или, допустим, ну, скажем так, для Кишинева это тоже не сильно удобно, на самом деле, такое развитие событий, вот, потому что все-таки, как говорил когда-то господин Василий Шова, у нас очень странный конфликт, да, говорит. И, то есть, приводил, одновременно при этом приводил конкретные примеры, когда родные братья могли быть один замминистра внутренних дел в Приднестровье, а второй возглавлять отделение, не отделение, там, департамент где-то в Министерстве внутренних дел Молдовы, да, то есть, такое тоже было. И, поэтому, ну, и много других примеров, я думаю, что те, кто ближе, те, их будут гораздо... Ну, да, 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 но это, на самом деле, очень странный конфликт, это, действительно, и в этом плане, это не Южная Осетия, не Абхазия вообще. Да, да, однозначно, да, конечно, и, вот, но я думаю, что, тем не менее, для, я думаю, что, ну, тут это может быть часть какой-то там большой игры, даже для того, чтобы Игнатьев покинул территорию. Приднестровье и улетел, да, то есть, вот там Кишинев, он говорит, мы тебя выпускаем, ну, это мы можем сейчас предполагать, я, то есть, я так думаю, но то, что это элемент давления непосредственно на партию Москвы в Тирасполе, и, причем, с такими, пока что в виде таких некоторых намеков, это точно, да. Ну, хорошо, ну, он такая политическая часть русского влияния там, да, то есть, как бы в противовес тому самому шерифу, но есть еще то самое, так называемое МГБ ПМР, да, есть еще армия войска, ну, так называемая армия, хотя, на самом деле, ну, если Приднестровская, то так называемая, а российские войска там, и это тоже такой инструмент, рычаг, который Москва может использовать. С этим что? Я думаю, что, ну, на самом деле, да, естественно, что это в определенном смысле проблема для Украины, почему? Потому что приходится сейчас держать войска на кордоне, да, то есть, и национальные гвардии, и приграничники усиленные, скажем, там на ротации бывают и другие части, да, то есть, боевые, которые... Ну, там, иными словами, нужно держать очень существенный контингент войск именно на этом участке. Скажем так, не то, чтобы существенный, достаточный для того, чтобы предотвратить, да, возможные какие-то действия, да, при всем при этом, то, о чем я говорил, мы понимаем, что существенно как-то они могут повлиять не только во взаимодействии с русскими оккупантами, да, если там изменится ситуация на юге. Вот, то есть, это, это само собой, но я думаю, что, да, тут, ну, начнем с того, что все-таки с этим что-то делать Украина, ну, не сможет и, то есть, там, проведение операции, да, то есть, если как об этом говорят, вот тот же самый, кстати, и Гебас, да, и Красносельский, да, они тут, вот, они же там, они достаточно конкретны, вот, хотя, понятно, что, почему это происходит, да, то есть, вот они, я думаю, что на самом деле, все-таки в политическом плане это было бы, ну, вот, выдавливание политической такой составляющей, оно тоже имеет свою такую большую роль, да, то есть, это было бы важнее. Ну, да, потому что Россия сейчас в военном плане использовать не может, провокации какие-то там... Скажем так, они тоже заблокированы, тоже никаких этих действий не происходит, поэтому, ну... Единственное, в чем она может использовать это в информационном плане, в плане информационных вбросов и провокаций, создания информационного повода. Да, именно поэтому, да, именно поэтому, вот, сейчас, ну, важнее, важнее, ну, делать то, что получается, получается сделать это. Что-то можно сделать с этими, сколько там, ориентированно, полторы тысячи российских непосредственно войск, из которых, наверное, уже две трети, если не больше, набраны из местных контрактники, да, вот, или этих двух батальонов. Приднестровские, кстати, у меня вот складывается впечатление, что МГБ, наверное, даже в плане как военная сила помощнее, чем Приднестровская армия, да, скорее всего, так тоже можно говорить, да, об этом. То есть, ну, что тут сделаешь? Сделать здесь пока что, пока что они, вот, пока что сделать, да, оставаться. То есть, самостоятельно начинать операцию против Приднестровского региона, Республика Молдова, Украина не будет. Об этом уже было неоднократно заявлено, да, об этом говорил и президент Зеленский, были соответствующие. То есть, это суверенитет Молдовы. То есть, это дело Молдовы решать, как и что будет. Да, поэтому, ну, все выглядит пока что таким образом. Ну, а мы прекрасно понимаем, что сил у Молдовы для того, чтобы начать свою операцию, естественно, что, ну, и опять же, сделать, то есть, кровопролитие, да, определенное, да, это, конечно, никто не будет делать. Точно так же, кстати, как и вот этот кровавый фашистский румынский режим существует только в фантазиях Москвы, да, почему? Который, который всю жизнь преувеличивает роль и влияние Румынии на Кишинев вот именно в Приднестровском вопросе, это, ну, это тем более очевидно. Да, поэтому никто Молдову подталкивать не будет. Вот те усиления вооруженных сил, которые сейчас происходят в Молдове, когда передаются бронетерспортеры, техника, сейчас вот вопрос усиления ПВО, на что, кстати, очень резко реагирует, ну, откровенно пророссийские персонажи, вроде Цирди, да, то есть, которые, там, брыжут слюной, желчью во все стороны. Как же это так? Зачем нам ПВО? Как зачем? Ну, на территорию Молдовы залетают ракеты, то есть, это абсолютно вынужденный шаг, да, то есть, вот так, то есть, укрепляться и давить, выдавливать так, как получается. Ну, Россия сама любит воевать гибридными методами, ну, в эту игру можно и нужно играть вдвоем. В эту игру могут играть обе стороны. Дмитро, я благодарю вас, что пришли к нам, прокомментировали ситуацию, будем рады видеть вас еще раз. Прошу прощения, время истекло, иначе продолжим дискуссию. Спасибо большое. Спасибо. Да, до свидания. Спасибо.